Для Украины нет хороших россиян. Эту фразу я сказал в интервью российскому блогеру Варламову. И этот синхрон, в том числе этот синхрон, он взял в свой многочасовой фильм об Украине. И мы с ним договорились, что я всю беседу с Ильей запишу на свою камеру и выложу на свой YouTube-канал после публикации соответствующего фильма. Вот это произошло. И, конечно же, я хочу сказать несколько своих комментариев, своих оценок в части этого продукта. Первое. Это кино снято очень и очень профессионально. И в этом плане людям, которые в Украине работают в YouTube, есть чему учиться. Здесь видно бюджет, видно сценарий, видно монтаж и все, что способствует продвижению фильма. По сути, это настоящий продукт ТВ-качества. Думаю, что вы со мной согласитесь. Что касается смыслов. Ну, да, все, как я сказал, что нет хороших россиян. Потому что, да, я бы не сказал, что это какая-то пропагандистская агитка, и люди имеют право смотреть на разные события по-разному. Я скажу так, это российский продукт. И снято это профессионально. Формулировки, может быть, они более интеллигентные. По ключевым вопросам, на самом-то деле, мы видим российскую позицию, официальную позицию. Ну, например, вопрос истории. Да, красной линией проходит мысль о том, что Украины никогда не было. Там даже есть такая фраза. Украина была частью Киевской Руси. Нет, мы есть Киевская Русь. Мы ее исторические правоприемники. Ну, это же логично. Киев, Киевская Русь. Какой у них был герб, трезвобец. Какая у них была валюта гривна. Ну, все вроде бы понятно. И вот эти вот вещи, почему я на этом акцентирую внимание. Как раз россияне, там, команда Оля Скобеева и другие, они это все продвигают. Мол, мы напали на Украину, потому что Украины никогда не было. И здесь этот тоже момент проходит. Самое главное, это, конечно, война. И здесь Илья вроде бы и проговаривает все. И говорит и о российских военных в Крыму. И вроде бы каким-то образом вспоминает о том, что Украина, и не только Украина заявляет о том, что Россия ведет войну на Донбассе против нас. И тут одна фраза. Но у нас это все опровергают. Ну, да, как и в Кремле. И акцент сделан на диалогах людей. Это интересно действительно посмотреть. Вот мне, как человеку, профессионально занимающимся этими всеми вопросами, вы понимаете, в чем манипуляция? Вот когда показывают людей, которые за аннексию Крыма, которые против. За скобки вносится главное. Вот Илья говорит, что это были российские военные без опознавательных знаков. То есть одним словом, одним предложением. А дальше, что эмоции других людей? Ну, что-то мне подсказывает, что даже в России военные, они не уходят в отпуск. Понимаете? Не уходят в отпуск. Они выполняют приказы. И когда мне кто-то говорит, что все там было добровольно в Крыму. Ну, ребят, вот смотрите. Я в Москве снимал просто безумное количество разных протестных акций, которые кричали «Путин вор», кричали, что «Долой царя». И много антисоветских лозунгов там было. Да, это все уже зачистили, но тем не менее. И вот теперь мы представляем ситуацию. Есть группа людей, которые не поддерживают политику Владимира Путина. И тут высаживаются, ну, допустим, люди без опознавательных знаков в военной форме, ну, допустим, армии Китайской Народной Республики. И говорят, что да, мы будем защищать вас от этих, ну, от кого? От русских нацистов и националистов. То есть они берут под контроль территорию, эти освободители. А перед камерой выставляют людей, которые говорят, нет войны с Украиной, там, я не знаю, Крым это Украина и так далее. И таким образом создается вот этот вот пропагандистский миф. Ну, еще раз. Ключевые решения принимаются российским военным и военно-политическим руководством. Точно так же и с Донбассом. Ну, слушайте, сколько вы можете мне рассказывать о том, что вот России там нет. И там есть синхрон в этом фильме, синхрон Стрелкова, который говорит, что если бы не наш отряд, то не было бы войны. И задавили бы русскую весну. Действительно. Ну, потому что в любом государстве, особенно в таком, как Украина, есть масса мнений. Есть и пророссийские мнения сейчас. И в Киеве, в прекрасном свободном городе, тоже есть люди, которые ждут Путина. Ну, являются ли они большинством или нет? Ну, вот это самый важный вопрос. И когда идет речь о том, что, то есть вывод подталкивает нас к такому, что Крым, как тут сказано, присоединился или перешел России добровольно. Ну, блин. А чего ж вы тогда не поставили синхрон Стрелкова, который говорит, что этих депутатов туда загоняли прикладами автоматов? Такое же тоже есть. Или, например, про Донбасс. Вот Стрелков вторгся, в Славянск они захватили украинский город. Ну, и вроде получается, что он там сам. Вот он собрался, они взяли автоматы и поехали. Ну, блин. В России просто так с автоматами не ездят. Ну, они же границу переходили уже с оружием. Кто-то их отправил. И не только их. Давайте-ка вспомним сюжеты ВГТРК 14-го года. Кого там показывали? Там в Славянске, в Славянске, был, например, корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который обслуживал информационно этого Стрелкова. И таких моментов очень и очень много. Поэтому я к чему это все веду? Просто не то, что я там хочу сказать, что это фильм говно или не говно. Но оценка ему дана зрителям, кстати. Когда половина дизов. Это самое большое количество дизлайков. Ну, и еще один очень важный момент. Это вот красной линией проходит вопрос русского языка. Что вот у нас тут ущемляют русскоязычных. Как это так? Лишили нас статуса его. Ну, очевидно, речь идет о региональном статусе языков. Блин. Я об этом как раз и говорил. Что не надо выводить войну за скобки. И удивляться тому, что начался процесс украинизации. В этом фильме не хватает синхрона Владимира Путина. Который сказал, что мы были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. Это цитата. Можете нагуглить ее в YouTube. И у меня на канале это есть. И просто когда мы говорим об Украино-российских отношениях. Ничего не надо выносить за скобки. Потому что ключевой момент. Это война. Это смерть людей. И никаким фильмом это не изменить. И это все, как мне кажется, понимают. Да, можно много говорить об этом фильме. Я предлагаю вам просто посмотреть мое интервью. Без купюр. Снято одним кадром. И даже по вопросам вы поймете степень противоречий. От себя хочу вам сказать следующее. Что это, наверное, самое сложное или одно из самых сложных интервью в моей жизни. Это, наверное, как в профессиональном боксе. Когда легких боев не бывает. Ну, здесь не бой. Здесь беседа. Которая, прямо скажу, вымотала меня до такой степени, что я потом часа два вообще не мог говорить. Потому что Илья очень, на самом-то деле, сильный интервьюер. И как строился разговор. Сначала мы об одном. А самые ключевые вопросы, они пошли в конец. Когда соперник, ну, скажем так, человек, кого интервьюировал только. То есть я немножечко уже, может быть, даже поплыл. Ну, посмотрите, скажите свое мнение. Поэтому, что, тут все просто. Договориться с россиянами мы не сможем. И когда нам кто-то говорят о наших проблемах, в том числе экономических. Кстати, российская пропаганда, она таки позиционирует. Мол, у них коррупция, значит, на них можно нападать. Нет, ничего подобного. Мы с этим не согласны. И самое главное, что фильм еще раз показал вот эту глубину непонимания. Это видно в комментариях. Смотрите мое интервью без купюр. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Развиваем украинский YouTube. Смотри, первый вопрос, который я хотел бы с тобой обсудить. Мы сейчас готовим фильм про Украину. И столкнулись во время подготовки с такой историей, что невозможно согласовать в Украине ни с кем интервью, если ты российский журналист. При том, что вопрос не во мне лично. То есть, я не говорю, что я Илья Варламов, хочу взять интервью. А просто, когда даже звонишь с российского номера. Или там первый раз задают, там, а вы там вообще откуда, из России. И вообще все, даже не спрашивают, кто будет брать интервью. Не спрашивают, для чего и так далее. Мы выходили на разных политиков, на разных там журналистов и так далее. И так далее. И просто жесткий отказ. Собственно, почему? Ну, во-первых, привет. Во-вторых, я думаю, ответ на свой вопрос ты знаешь. Это Крым и Донбасс. Война это самое страшное. И, видишь, вот когда мы тут ходим по этой прекрасной Москве с ровной плиточкой и все-все-все, где-то каждый день убивают таких парней, как мы. Такого же возраста. Кто-то старше, кто-то младше. И делается это из российского оружия, людьми в российской военной форме. Возможно, уже с российскими паспортами там все, а может быть нет. Но факт остается фактом, что это внешне агрессивная политика Российской Федерации. Подход, что власть российская отдельно, а люди отдельно, кто-то может воспринимать. Но основная масса нет. Российским СМИ не верят. Если мы говорим о российских государственных СМИ, они всегда врут. Всегда врут. Всегда врут. В части Украины мало того, что врут, так оскорбляют страну, людей, угрожают бомбить Киев, Харьков. Я думаю, что, видишь, чтобы это понять, то надо попробовать себя поставить на наше место. Ну вот как ты думаешь, было бы тебе комфортно, если бы кто-то говорил о Москве таким образом и о россиянах говорил, что вы там какие-то там нехорошие люди употребляете. А, что там, вы как пьяные медведи. Мы там, у нас там свои такие стереотипы, а вы как пьяные медведи. И вам все время угрожали. И самое главное, это делала сторона, которая физически сильнее вас. Просто, ну, Россия отдельное государство в этом плане. Если ты с этой стороны посмотришь на эту ситуацию, возможно, ты нас начнешь понимать лучше. Нет, я в принципе понимаю вопрос коллективной ответственности. То есть, насколько нормально то, что украинцы считают, что есть коллективная ответственность всех россиян за то, что делает сегодняшняя власть. При том, что ты живешь и работаешь... Так, слушай, здесь какая-то мерзкая муха. Протснулась, вроде холодно, муха не должно. Учитывая то, что ты живешь в России, ты видишь, что у нас достаточно много людей, которые против политики Кремля. Которые искренне с этим не согласны, в том числе и в политике по отношению к Украине. И когда был 2014 год, много людей там, в том числе, выходили на митинги в поддержку Украины. У нас были шествия с украинскими флагами, там оппозиция. И люди подвергались в том числе и преследованию здесь со стороны Кремля. Потому что у них была позиция проукраинская. Но, тем не менее, мы бы в итоге пришли к тому, что все граждане России, вне зависимости от их взглядов, несут коллективную ответственность. Ну, наверное, все-таки нельзя говорить, что все. Въезд на территорию Украины для россиян не закрыт. Сейчас, сейчас, подожди, надо убить муху. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну что ты? Надо газеты, она так не... Потому что она будет облегать и портить наш характеристик. Есть какие-то газеты? Газеты, да. Я думаю, это как-то неправильно, что она на меня хочет сесть. Это может быть воспринято двояко. Так, у нас... По поводу коллективной ответственности, да? Ну, во-первых, коллективная ответственность. Я не уверен, что она существует на самом-то деле. И большинство граждан Украины все-таки, когда касается физических лиц конкретных, смотрят каждого человека отдельно. Это понятно. И въезд, кстати, для граждан России на территорию Украины не закрыт. Тут даже сейчас вообще очень интересно. У нас же сообщение очень затруднено. Так вот, когда ты едешь с гражданином России на машине из Киева в Москву, то не украинцы часто спрашивают, что вы едете, что вы претесь сюда. А россияне спрашивают у россиян, ну, российские пограничники, основания для выезда. Это так. Здесь надо немножко пояснить. Это делается не потому, что... Из-за коронавируса. А потому, что у нас вообще все сухопутные границы закрыты. В Беларуси, например, тоже в России не пускают. И это вообще никак не связано. То есть... У нас на самолете спокойно, почему так? Ну, ты как-то знаешь, коронавирус на самолете летать не любит. Он любит тоже... Теперь, смотрели, что касается коллективной ответственности. Ну, вот эти вот 7 лет, они фактически создали некую новую реальность. Что если мы говорим о политике, а не о личных отношениях, то хороших россиян нет. Для нас хороших россиян нет. Это страшно может звучать. Может быть, кому-то неприятно, но это факт. Есть, конечно, отдельные исключения. Я говорю о физических лицах. Но вот глобально тут полные противоречия. Когда ты говоришь о маршах мира, которые я все снимал, и тебя там видел. И там, если 14-15 год, там были десятки тысяч людей. Иногда говорят, больше ста тысяч. Первое. Оппозиции сейчас в России нет. Много лет никакие антивоенные движения не проводятся в России. Фактически все остановилось после смерти Бориса Ефимовича Немцова. И те, кто против войны, они на это повлиять никак не могут. Но, наверное, ты со мной согласишься, что основной массе россиян просто пофиг на это. Сегодня повестка Украины из информационного поля российского ушла. Я бы поспорил, что она ушла. Я, правда, должен добавить для справедливости ради, что и украинцам многим пофиг. Не без этого. У нас есть тоже люди, которые не хотят в себя впускать войну. Поэтому теперь то, что называется гражданского общества в России, которое что-то может изменить, нет. И остается нам Жириновский, Толстой, Оля Скобеева. И вот этот ряд можно дополнить. И они формируют отношения между государствами. Ну и есть еще, конечно, наша сторона, которые всегда говорят о том, что «Ребят, у нас же есть фракция коллаборантов в Верховной Раде, у нас же демократия, у нас они тоже есть». Называется ОПЗЖ. И вот эти люди, когда говорят, что у вас там внутренний конфликт. И вот эта часть общества, которая занимает пророссийскую позицию в данном вопросе, политическую, мне кажется, они понемножечку становятся маргинальнее, маргинальнее, маргинальнее. И, наверное, если бы у нас немножечко еще, знаешь, взяли бы уроков о России, то их бы вообще загнали бы исключительно под плинтус, исключительно руководствуясь Уголовным кодексом Украины. И это никакие не репрессии против политики, потому что все, что касается территориальной целостности, в любой стране законодательства примерно идентичны. Окей. Ты работаешь у России. «Очень давно». «Очень давно. Ты, по-моему, единственная журналистка из аккредитации». «На сегодняшний день, да, но это не мой выбор». «Вот. Кроме этого, ты периодически появляешься на различных вот этих ток-шоу». Уже нет. Уже года два или три не появляюсь. Я бы пошел бы. Да, но раньше появлялся. То есть тебя более-менее знают. Вопрос, сталкиваться ли ты в России с какими-то сложностями в работе журналиста только потому, что ты украинец. А если ты говоришь про ток-шоу, конечно, нет. Но ты же в гостях. У нас, это же, мы же славяне. Если тебя приглашают в гости, даже если ты враг, никто там тебя трогать не будет. Хотя мне там некоторые, не буду фамилии называть там. В кавуарах этих мероприятий говорили, что ты русофобская сука. Если бы в другом формате я бы тебя там вломил. Я так смотрю на человека, думаю, ну, я не знаю, нужно ли ставить вопрос в такой плоскости. Потому что, ну, если один на один, то ты еще не знаешь, кто кому вломит. Теперь, что касается работы на улице. Действительно, все изменилось за эти годы. Если 14-15 год, как бы у нас там, я не знаю, истории, когда нам хотели разбить камеру, а нам носы было очень много. То есть, самое яркое, это, по-моему, в 15-м году товарищ Стариков проводил антимайдан. Они свезли всех студентов с округи. Вот там меня чуть не разорвали, понимаешь, вот физически. И когда я уже, ну, мы просто бежали, в прямом смысле, добежали до сотрудников полиции. И я говорю, нас тут чуть не отопистили. Парень такой молодой, я просто запомнил его улыбку. Он говорит, обратитесь к сотруднику, мы всегда вам поможем. Это было очень забавно. Но факт остается фактом, что таких вот историй бытовых было очень много. После 16-го года, наверное, вот после Дебальдовской операции, оно все пошло на спад, агрессия начала сходить. И, возможно, это связано с тем, что событий стало меньше. То есть, люди, которые и сейчас выходят с плакатами «Прекратите репрессии в Крыму», они же должны, они и сейчас есть, я их знаю лично. Но это выглядит уже, никто это не замечает. Ни российская власть, ни полицейские, всем по боку. Ну, и тут аналогичная ситуация. А в части работы с госорганами, ну, не знаю, я помню, как-то несколько лет назад, еще до короны, меня пригласили на юбилей Эхо Москвы, там была Мария Владимировна Захарова. И она идет там со свитой своей, потом меня встречает такая. Это Роман Цымбалюк. Он единственный украинский журналист, и мы его бережем. Ну, пусть будет так, потому что, опять же, вот в 2014-2015 году, не буду сейчас фамилию называть, был человек из одной из прислужб российской власти после моего вопроса в части российских оккупантов, именно с таких формулировок. Ну, ты понимаешь, когда ты в России так задаешь вопросы, то ты сразу выделяешься из общей массы. Тут какие-то ополченцы, там, добровольцы. А тут приходит мальчик и говорит оккупанты. И это, ну, как бы привлекает внимание. Так вот, один из сотрудников у меня сказал, Рома, ну, ты знаешь, ходи по улицам осторожней. Ну, знай, если с тобой что-то случится, то это не мы, потому что нам это не надо. Ну, вот я из этого и схожу, но ухожу по улицам осторожней, потому что это жизнь, она одна. С каким-то бытовым, не знаю, там, насилием, дискриминацией ты сталкивался? Просто когда вы узнавали, что ты, там, с Украины... Ну, во-первых... Есть ли какая-то вообще проблема вот в России для украинца? В моем случае все-таки это немножечко отдельная история. Но вот я хочу тебе сказать, что вот где-то 2-3 года назад я менял квартиру, и мне не хотели сдавать квартиру. Почему? Интересно. Не потому, что они меня дикого укра боятся. Они боятся, люди, ну, прямо говорят, мы не хотим иметь, потому что вас здесь знают, они боятся российского государства. И в конечном итоге вот такую квартиру, в которой я сейчас живу, мы сняли, когда они сказали так, вот к этой сумме мы добавляем 13%, потому что мы хотим, чтобы с вами было все четко, как написано. Но вот тебе, я не знаю, это дискриминация или нет? Нет, люди решили, наконец-то, заплатить налоги. Благодаря им не спасли. Нет, 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 сам подход того, что из-за, ну, по сути, из-за паспорта. Вот такие истории бывают. Ну, и, понимаешь, у меня же есть одно преимущество, что я для иностранца неплохо говорю по-русски. Когда приезжаю в Киев, мне говорят, Роман, ты так какать начал? Падла. Вот. И это, то есть я визуально, я ничем не отличаюсь здесь. Но вот, допустим, соседи мои, сейчас они уже к нам привыкли, но когда мы въехали, ну, вот смотри, это вот просто прорывается вот в мелочах, как к тебе относится. Вот я захожу, допустим, в лифте поднимаюсь, у меня чехол, а там коляска Маклара. Ну, там так. Ну, кто, у кого дети мелкие, они знают, что такая херня похожа на сумку с клюшками для гольфа. Да. И она на меня смотрит, эта женщина, и говорит, а у вас там бомба. То есть, на самом-то деле, она вот этой фразой сказала все, что она обо мне думает. Ну, а до этого были там истории, когда они мне говорили, ну, мы не против, что вы здесь живете. Я говорю, ну, это же вообще-то большой многоквартирный дом. И почему вы думаете, что я должен как бы с вами согласовать? Ну, есть такие нюансы, но в целом все нормально. Я не должен жаловаться. Ты просто спросил, я тебе максимально подробно отвечаю. Окей. Вопрос Крыма. Я еще не спрашиваю, там, чей Крым, это... Гордон всех спрашивает. Нет, подожди, подожди, это ключевой вопрос на самом-то деле. Это проверочный вопрос. Нет, да, смотри. Для украинцев это ключевой вопрос. Я понимаю. Я хочу спросить немножко в другой плоскости. Ты сам только что сказал, что законодательство относительно территориальной целостности, оно во всех странах примерно одинаково. В России есть прямо закон, да, где если я сейчас выйду и буду говорить Крым украинский, вот я, Илья Бараловна, впротив него могут возбудить уголовные дела. Могут. Это прямо вот такой закон, я как гражданин России, я буду нести за это ответственность, вне зависимости от моих убеждений, счет чего-то. Вот если я сейчас, ты мне задашь проверочный вопрос, я могу там без камер тягать, все что угодно, но если я сейчас вот тебе скажу... Хорошо, чей Крым? Вот, что Крым это Украина и нужно как бы вот срочно Крым-то вернуть. Против меня будет там с какой-то долей вероятности, если это заметят, если это раздует, будет возбуждено уголовное дело, как и против любого там россияния. Аналогичная ситуация в Украине. Если там украинец начнет кричать, да пусть он будет это, да, и вот так же у него там возникнут проблемы. Работая здесь, в России, да, как в этой ситуации нужно вести себя там российскому журналисту, по-твоему? Понимая вот эти вот реалии, понимая реалии нашей работы здесь. Российскому или украинскому? Российскому журналисту. Украинский, я понимаю, тебе все, ну, тебя, ну, вышли, тебя, ну, и ладно, ну, и хрен, бывало. Не, ну, вообще-то это законодательство, оно распространяется на всех, независимо от паспорта, но... Ну, насколько я понимаю, как бы украинских журналистов, украинских граждан, которые говорят, что Крым это Украина, в России никто не трогает. Это было, ну, я не слышал таких прецедентов. Я консультировал своего адвоката по этому поводу. То есть ты тоже не можешь сказать, что Крым это Украина? Я могу, Крым это Украина. Но вот адвокат Николай Полозов мне сказал следующую вещь, что если ты будешь говорить, что я требую вернуть Крым Украине, что это, вот, должна быть фраза вернуть, призыв к действию, тогда распространять... То есть я говорю, нужно ли вернуть Крым Украине? Конечно. Вот это, в принципе, может рассматриваться как уголовное преступление. Если ты говоришь, Крым это Украина, ну, это заявление. В любом случае, граждан Украины, насколько я понимаю, в России, поэтому законы не преследуют, никто их там не верит. Лео, теперь давай, отвечай на твой вопрос. Если человек хочет попробовать сохранить отношения с украинским государством в данном случае, то действительно на оккупированную территорию ездить не стоит, если ты хочешь ездить в свободную Украину. И есть в богатом русском языке очень масса формулировок, которые позволяют это обходить. Например, можно не указывать государственную принадлежность. То есть я всегда привожу такой пример, почему забанили у нас телеканал «Дождь». Потому что один из ИХКС-респондентов, находясь на административной границе оккупированного Крыма и Украины, сказал, что на границе России и Украины. После этих слов было понятно, что это вопрос, когда наша машина бюрократическая провернется, дождя не будет. Так оно и произошло. Но есть же масса других слов. Ты считаешь правильно, что дождь заблокировал? Ну, подожди. Конечно, да. При том, что я признаю профессионализм журналистов, которые там работают. И это журналистика, в отличие от пропаганды. Если есть где-то журналистика в России, то это там. Ну, эхо Москвы там. То есть вот там журналисты. Не так. Процентный. В процентах там их намного больше, чем где-то в другом месте. Чтобы совсем четко высказаться. Но ты говоришь о том, что ты не можешь нарушать российское законодательство. Ну, тогда я, как гражданин Украины, хочу сказать, друзья, вы хотите у нас вещать, и вы нарушаете украинское законодательство. То есть вы или выбираете лексику специальную, или открываете отдельное бюро в Киеве, как-то договариваетесь. Значит, ну, не знаю, берете у кого-то, что там, для телевидения надо деньги, и попытаетесь выйти на украинский рынок. Но вот так вот с одним и тем же продуктом, с одними и теми же словами так не получится. И это понятно. Есть, опять же, я ребятам на дожде говорил, ну, есть же, например, телеканал Мир. Они никогда не показывают карты Азербайджана и Армении. Никогда. Ну, как ты думаешь, а почему? Потому что Нагорный Карабах. И это позволяет этому каналу работать и там, и там. То есть, если бы хотели, если бы хотели, они бы этого могли сделать. Но реалии другие. Ну, вернулась мука. Сейчас ты немножко насел. Если бы ты... Да. Куда? Ко мне улетела. Да, хорошо. Мука улетела. Окей. Вернемся к украинской политике. Ты в 90-е годы где был? Ты знаешь, мне было 10 лет, и у меня как раз родители, переехали в Украину, потому что отец был офицером советской армии, и он поехал домой. Какой год он? 91 или 92. Я имею в 90-е, вот все 90-е. То есть, ты учился и взрослел? Да, я... Ну, у меня отец служил, когда я родился в Казахстане, он много переезжал. Короче, сформировался как гражданин. Я в независимой Украине. И для меня вот эти вот 90-е годы, ну, понятно, они там ассоциируются с нищетой, как, наверное, у многих. Но факт остается фактом, что вот мне вот скоро будет 41 год, у меня... Мне скоро 41 год, и у меня нет другой страны. То есть, мы выросли уже в Украине. Для нас это норма, это страна, безусловная ценность. Она может быть матерью, она может быть мачехой. Но это наша родина. И если до 14-го года такие люди, как я, действительно думали, что мы там братские народы, там еще что-то такое, близкие народы, что мы можем там очень долго шутить на тему москалей и хохлов, кому-то это не нравилось, но могли это делать. То после 14-го года, конечно, ну, это новая эпоха. И с этим... Этот момент, ну, он привел к тому, что мы будем врагами в обозримые 100 лет, очевидно. Как ты думаешь, почему, учитывая, что народы братские там не только условно близкие... Были, 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 хорошо, этнически близкие, можно говорить так вот? Ну, один корень, один корень, это даже в Украине не скрывают многие. Есть еще белорусы, да, белорусы тоже были братские народы, и в какой-то степени отношения сейчас тоже немножко испортились после того, как вы должны прокачать, я сошел с ума. Но, тем не менее, белорусы, украинцы, они тоже люди близкие, да? Почему так получилось, что Украина... Постоянная сменяемость власти, там, олигархии, какая-то вот эта вот движуха бесконечная, какие-то митинги, протесты одни и другие, вот, то есть такая прямо жизнь бурлит, кипит и все остальное, а Беларусь скатилась вот в такой колхоз, все замолчали, вот мы тихие, спокойные, мы разуваемся, стоим на лавочке, и мы вот, мы мирные, добрые и просто замечательные. А в то время как украинцы там, чуть что, сразу покрышки пошел вон там, и вот это все. Ну, слушай, возможно, это история и судьба страны, народа. Видишь, вот тут, если мы говорим вот эту тему братства в затронуло, как бы, есть же такое мнение, что 350 лет оккупации, ну, России и Украины, не повод для братства, то есть в зависимости от того, как ты посмотришь. Ну, хочу просто мысль закончить, что к 14-му году мы, основная масса граждан Украины, они выходили именно с этой позиции, что, ну, язык общий, мы друг друга понимаем, и вторжение, это для украинцев был шок, кстати. Ну, вот это, поэтому, кстати, Крым не защищали, потому что они могли понять, как это, как? Что они? Да не может быть. Это колоссальная моральная травма, которая, наверное, не заживет никогда. А теперь, если мы посмотрим там на Беларусь, на Россию, видишь, разная культура, разная, по сути, после развала Советского Союза, каждая из этих трех стран, она пошла своим путем. И мы продолжаем идти, я думаю, что мы даже не в середине, то есть в части будущего Украины я абсолютно оптимистично смотрю, потому что эти жизнь сама, и Владимир Путин нас заставит сделать необходимые реформы, и мы уже стали Западом. Это странно, наверное. У нас в Украине многие не верят, не понимают, как это так. Но вот если посмотреть на карту, то железный занавес или граница, как угодно, она же как раз проходит, вот там, где Беларусь и Россия, вот это наш железный занавес. То есть нам сейчас ездить на Запад проще, легче, чем на Восток. Наверное, так. Почему белорусов не получилось? Начинали все с одной точки. Видишь, там диктатура установилась в каком? 1994 году. А Александр Григорьевич все живое выжег еще на ранних этапах. В Украине всегда была политическая жизнь, всегда была оппозиция. И вот мы любим там похвастаться, что вот мы такие классные, мы там Януковича прогнали. Но справедливости ради, революция, они как? Чтобы произошла революция, это масса факторов. Просто и один из факторов, это позиция элит государства. Допустим, в России и Беларуси, насколько я вижу, именно вот эта государственная структура, она на стороне вертикали диктатора, она так выстроена. У нас есть несколько финансовых центров, олигархи, как угодно, или промышленно-финансовые группы. И, соответственно, каждый из них преследовал свои интересы. Но в случае с Януковичем, эта же история, она, понимаешь, она очень многоуровневая. То есть, это же соглашение об ассоциации, которое в Вильнюсе отказался, Янукович подписывал, это стал, ну, просто триггер, спусковой крючок. Потому что семья, которая сейчас, по-моему, в Сочи почему-то живет, говорит, что да, они начали отжимать всех, в том числе олигархов, в том числе это начало складываться на ситуации в стране, и они не смогли подчинить себе все СМИ. В России, мне кажется, я думаю, со мной согласишься, монополия на информацию создана. В Беларуси, ну, там, слово СМИ, я даже не уверен, можно ли его использовать. Ну, теперь уже нет. Ну, вот, да. В России, по-моему, тоже, если мы говорим там о каких-то центральных СМИ, то есть, федеральная группа, там, радио, газеты, телевидение, это все продолжение пресс-службы Кремля. Вот они вот, они везде вот. А в Украине? Ну, с такого нет. То есть... У вас есть, ты можешь сказать, сейчас относительная свобода? У нас, я не говорю, что у нас там идеальная ситуация. У нас там тоже есть истории, там какой-то депутатик из властной команды попадает в аварию, а потом центральные ресурсы снимают новости. Я не сторонник того, чтобы говорить, что у нас все идеально. Но, по сути, есть реальные оппозиционные СМИ. Кто-то их называет там партийными СМИ, потому что, опять же, это финансируется олигархами, нет, финансово, финансовыми группами. Но баланс мнений, он присутствует. То есть, у нас никто никогда не пел песни Петру Алексеевичу Порошенко, чтобы вот все так вот молились и говорили, дайте нам шоколада, мармелада и всего-то. И сейчас никто не молится на тему, покажите нам 95-й квартал, Владимир Александрович Зеленский, наивылычнейший лидер сучастности. Есть достаточно людей и журналистов, и политиков, которые говорят, да нет, вот здесь зрада, вот здесь зрада, а здесь вы вообще украли. И тем самым это говорит о том, что реальная политическая жизнь. Ну, да, Украина не Россия, и Украина не Беларусь. Если сейчас в Украине пророссийские политики, ну, сейчас, наверное, скажешь, Медведчук, да? Ну, не только он, да вся эта... Есть, есть. То есть, может ли сейчас существовать какое-нибудь пророссийское мнение, я имею в виду мнение, которое схожее с позицией России относительно конфликтов в Донбассе, например? Ну, то, что можно ли сегодня, будучи в Украине, говорить, что это гражданская война, а не агрессия России? Есть у нас целая фракция, которая этим занимается, фракция ОПЗЖ. Они об этом и нам говорят все время. Да, они почему-то все время говорят, что ключ от мира в Москве, не в Донецке. И иногда приезжают или приезжали сюда. То есть, эти люди есть, и они никуда не делись. Более того, у них есть поддержка избирателей, что, как мне кажется, странно, но это отрыжка демократии. То есть, вот этих вот своих 15-20 процентов они всегда могут набрать. Это, ну, для меня страшно, но это факт. Партия ОПЗЖ никуда не делась. И есть там еще разные группы влияния, которые, например, есть у нас целый телеканал наш, на котором могут себе позволить такие вещи сказать, что украинские военные – это преступники. И включать коллаборантов, говоря, что они из Луганска, а они на самом деле давно живут и работают в Москве. То есть, если бы у нас была хунта, вот это как раз тот момент, когда я жалею, что у нас не хунта, их бы давно позакрывали бы. Потому что это не про средства массовой информации. Ты не можешь говорить о том, что у нас гражданская война, потому что на главной площади Донецка почему-то российский флаг. Почему он там? И таких вот чего там российского слишком много. Это называется вранье. И эти люди прекрасно себя чувствуют. Тут только Виктор Владимирович, кум Путина, Виктор Владимирович Медведчук чуть-чуть пострадал. Но он даже не в СИЗО. Демократик, елки. Не, ну, что там делает российский флаг, это отдельная тема. Так это ключевой момент. Да. Это ключевой момент. Потому что в контроле за территорией с времен Средневековья ничего не изменилось. Чей флаг, того и порядки. Вот Мария Владимировна Захаровна. В Киеве флаг Евросоюза висит довольно много. Понимаешь, в чем дело? Нам он нравится. Ну, а там ребята брать сетки. Секундочку. Там флаг Евросоюза, а рядышком какой флаг? Государственный флаг Украины. Это вот важный момент. У нас местами... А в Донецке только российский разве висит? Я просто не знаю. Вот на главной площади, на главной площади только российский. Я никогда не был в Донецке. Я тоже не был никогда. Хотя СБУ почему-то считает, что я был в Донецке. Это очень интересно. Я смотрел твое видео оттуда, и это сделали другие люди, записали без твоего физического присутствия. Конечно, я никогда не был ни в Донецке, ни в Луганске. Да, я отправил туда людей, кто для меня снимал, но самое личное, конечно, там никогда не был. Окей, с этим понятно. Возвращаясь к 2014 году, ты сказал, что никто не ожидал то, что Россия может вот так вот с Крымом, например. Что может... С Крымом и Донбассом. Да, да, что никто не ожидал. При том, что я не знаю, в каком информационном пространстве там жили вы, хотя я тогда довольно активно следил. Я, как ты знаешь, там и на Майдане все время был, и общался там с людьми. Но, по-моему, все ждали, когда была Олимпиада, и все ждали, что сейчас закончится Олимпиада, и Путин ответит. И Путин ответит, об этом говорили все, и все ждали, и все к этому готовились. Ну, это же не предполагало, мне кажется, в этих ожиданиях, что они начнут долбить из артиллерии из Ростовской области по украинским позициям на территории Украины. Никто не думал, что российская армия начнет атаковать и наносить удары градами и всем, что там больше, по Саурмогиле. То есть, у нас отношения всегда были не солнечными до 2014 года, и искрило по-разному. Но, понимаешь, если до 2014 года можно было продавать вот эту вот жвачку, что это там политики, это олигархи, одни фабрики, рынок закрыли, другим открыли, газ зимой отключили, может быть. Но когда заговорили российские пушки по украинским позициям, начали умирать на то время живые люди. И вот тут все изменилось. Как ты считаешь, была бы возможность в 2014 году у Украины сохранить контроль над своей территорией? По сути нет. Или ничего не зависело? Понимаешь? Ну, например, хорошо, есть мнение, это не мое мнение, я периодически читал, когда анализировали ситуацию, что, возможно, если бы Майдан, вот, не случилось бы все так резко, например, что если бы, там, Ядукович же в конце, он вроде бы согласился, да, что я собираю манатки, вы меня убедили, вот, там, через два месяца я ухожу, будут новые выборы. Ну, или, то есть, будь какой-нибудь, там, более такой, не такой резкий транзит, дай ему просто собрать вещи, да, чтобы это не было такое вот унизительное для него бегство и так далее, то, возможно, можно было, там, какое-то время выиграть и как-то осознать ситуацию и более, там, правильно, там, действовать. Или ты считаешь, что у Украины, там, против Путина никаких шансов не было, и это было, там, заранее как-то решено, и от вас ничего не зависело? На самом-то деле, ответ на твой вопрос дало Министерство обороны Российской Федерации. Что вот Сергей Лавров, наверное, миллион, а может быть, уже 10 миллионов раз на разных пресс-конференциях с западными партнерами говорит, там случился государственный переворот, свергли законную власть, было подписано соглашение между оппозицией и, соответственно, властями. Но дьявол в нюансах. Это все происходило 21 февраля 2014 года, а на медалях Министерства обороны Российской Федерации стоит 20 февраля. Я когда-то у Лаврова спрашивал, а как так? Он говорит, это техническая ошибка. Но мне кажется, что все прекрасно все понимают, что российская оккупация или операция по захвату Крыма, это военная операция. Это Путин сам нам рассказывал. То есть они сначала врали там вместе с Шойгу, потом Путин хвастался уже этим. И поэтому можно ли было бы по-другому? Видишь, в чем еще тут нюанс? То, что у нас произошло, можешь называть это переворот, можешь революция, кому как угодно, но факт остается фактом, что после этого государство находится в разбалансированном состоянии. И надо время, чтобы опять эта вертикаль возникла. И вот пока этой вертикали не было, Россия совершила акт агрессии. И это продолжалось и продолжается до сих пор. Поэтому, когда воспользовались вот этим, может быть, с российской точки зрения, это окно возможностей, кто-то скажет, Путин молодец. Ну а для нас это предательство и обнуление вот этой вот 350-летней истории совместного проживания. Как бы, кто к нему не относился. Такое не прощается, Илья. Такое не прощается. Подожди, хорошо, это все эмоции. Я тебе повторю вопрос, да, что дай Януковичу тогда собрать вещи. Была бы не такая резкая смена власти, чтобы, например, у Кремля не было каких-то моральных оснований называть даже это каким-то госпереворотом. Сидел бы спокойно Янукович на своей даче, гладил бы своих... В Межгорь. Не жирафов, а страусов. Это важно. Ел бы на завтрак яичницу из своих страуксильных яиц. Посидел бы он там пару месяцев, был бы нормальный переходный период, были бы там нормальные выборы и так далее. Можно ли было избежать этой ситуации? Ну, во-первых, я сказал, что операция по захвату Крыма началась до бегства Януковича. Первое. Второе. Янукович есть видеосвидетельство просто с камер наблюдения, именно с Межгорьи. Когда в перерывах между переговорами с оппозицией он собирал вещи. И самое главное, видишь, это же история, ее надо полностью проговаривать. Потом на непокойный поспред России при ООН господин Чуркин, он что там показывал? Он говорил, что у нас вот письмо от Януковича, легитимного президента, о вводе российских войск в Украину для стабилизации там ситуации. Поэтому, ну, вот если на это все посмотреть, нет, нет, нет этой опции, про которую ты говоришь. Если бы он там остался и прошли бы еще выборы, хочется задаться вопросом, раз вы договорились, а подожди, Янукович собрал вещи и уехал из города Киева. Блин, ну, объективно у нас нет в Конституции нормы, вот когда у президента прекращаются полномочия, там нет такой опции, президент уехал в Ростов. Вот мы, наши отцы-основатели украинского государства, забыли это прописать, такую опцию. А он взял и уехал. И он, получается, находясь уже на территории Российской Федерации, говорит, что, Владимир Владимирович, давайте, верните меня на танки в Киев. Поэтому я не вижу смысла смотреть на эту ситуацию в таком ключе. Хорошо, то есть ты считаешь, для Украины было невозможно сохранить контроль над Крымом в той ситуации? Никаких ошибок со стороны украинских тогда политиков не было сделано? Я бы, когда оно вошло в военную фазу, шансов уже не было. Это очевидно. У нас там тоже, это же фактор в внутренней политике, когда депутаты и украинские власти друг друга обвиняют, кто сдал Крым. Они вот так вот вопрос ставят, кто сдал Крым. А я им всегда говорю, ребят, вы никогда не думали, что надо посмотреть, вы когда начинаете друг другу головы пытаться оторвать, то вы даже забываете, где Крым. А он оккупированный. И кем? Российской Федерацией. Поэтому, если смотреть на эту ситуацию в комплексе, вот вернемся к началу нашего разговора. Почему я говорю о том, что все несут ответственность за все? Россияне несут за войну с Украиной ответственность все. И мы, как украинцы, все несем ответственность, что мы довели ситуацию в нашей стране таким образом, что мы настолько увлеклись желанием, я не знаю, там, блин, булава у нас гетьманская только одна, что государство попало в такую воронку, когда власти вообще не было. И мы получили то, что мы получили. За это несет ответственность Украина и украинский народ. Ну, наверное, я как часть его. Но, если мы говорим о событиях февраля 2014 года, ну, во-первых, не было власти в Киеве. То есть, я тебе такую... Подожди, подожди, я не могу смолить. Да. Надо будет ее поймать. То есть, у нас сегодня, в конце концов, что-то пишем, она нам не нравится, это жизнь здесь. Я тебе такой пример приведу. Вот есть такой российский боевик, почему-то не сидит в тюрьме. Игорь Гиркин. Да, Стрелков Гиркин. Он сказал однажды такую фразу в многочисленных своих интервью, я люблю его послушать, как это все происходило. Однажды он сказал такую вещь, что украинская армия начала воевать по-настоящему после избрания Петра Порошенко президентом. Но он имел в виду не то, что пришел президент войны, как тут его пытались показать. Потому что у нас каждый президент думал, что можно с Путиным договориться. А потому что для любого военнослужащего применение оружия, оно имеет некую процедуру. И армия наша, это же не российская армия, у нас нельзя уходить в отпуск с танками. Должна быть четкая структура государственная. И эта должность называется верховный главнокомандующий. Как только он появился, все сразу стало на свое место. То есть вот с этого момента понемножечку начала меняться роль, допустим, добровольческих батальонов. И вся тягость войны легла на вооруженной силы. И вот здесь точно так же. Вот возвращаемся в Крым. То есть что мы имеем? Мы живем в состоянии, что мы братья, йоксель-моксель. В Киеве происходит непонятно что. Для многих я признаю факт того, что пророссийские настроения, они всегда были в Крыму. И в Донецке. Это правда. То есть это эффект авиакатастрофы, когда совпадает масса факторов. Военным нет человека в Киеве, кто может дать команду огонь из всех орудий. Плюс так случилось, что украинские военные сразу оказались в меньшинстве. Со всеми вытекающими последствиями. Поэтому у нас там, знаешь, тогда любят поговорить. А чего ж они не стреляли? Чего вы ждали там приказа Верховного Главнокомандующего? У вас же есть этот устав караульной службы. Ну, я бы хотел бы, кто так вопрос ставит, встаньте на место этих парней, которые там были. Вот так вот. Как ты думаешь, может быть, реально решен вопрос Крыма? Ты знаешь... При сегодняшнем уже раскладе. Украина никогда не признает... Это понятно. Как вопрос может быть решен? Ну, смотри. Для начала надо прекратить войну. Активную фазу. Вот как минимум. Как прекратить войну, примерно понятно. То есть это, по крайней мере, не кажется какой-то фантастией. Я не вижу, чтобы кто-то стремился к этому в российском государстве. Никто к этому не стремится. Вот, кстати, интересный вопрос. А ты считаешь, это разве не обоюдная история? Конечно, нет. То есть ты считаешь, что украинским политикам конфликт не нужен, и они с удовольствием бы это все решили, вот будет такая у них возможность. Послушай, вот ты же следишь за украинской политикой? Все украинские власти, за исключением, не власти, извини, кандидаты, за исключением, наверное, Петра Порошенко в 19-м году, который шел в Вира, армия Мова, который руководил государством 5 лет, который единственное не занимал миротворческую позицию. Вот такой вот чистый обман. Я в 19-м году, помню, приезжал в Киев и ездил на машине по Украине, ты смотришь там все эти наши известные бренды партийные, они все говорят, дурак, проголосуй за меня, будет тебе мир. То есть мы вообще-то нация пацифистов. Нет, одно дело заявлять, другое дело... Так вот, главное достижение Зеленского, до сих пор они пытаются держаться за это перемирие со всех сил, потому что это избирательный концепт Владимира Зеленского. Он сказал, нужно прекратить стрелять. И вот они хотят прекратить стрелять. И где это? Ты хочешь у нас, чтобы прекратить стрелять, Владимир Владимирович устами своих миньонов в высоком ранге, они говорят, что тогда давайте политические уступки, ведите переговоры с этими людьми, которые... Это же теперь что у нас там, независимое государство в части Донецкой и Луганской области. И все сводится к этому. Признайте фактор гражданского конфликта. И поэтому ничего не решается. Когда ты говоришь о том, что в Украине есть запрос на войну, нет, у нас в армии потери не засекречены в нашей армии. У нас об этом всегда сообщают. У нас с военными прощаются на коленях. Никто людей не заставляет. Просто они таким образом говорят спасибо человеку, который отдал жизнь за независимость и свободу Украины. И когда ты говоришь, не говоришь, а спрашиваешь, а может вы тоже хотите воевать? Так вот я тебе отвечаю, нет. Потому что ментальность, порядок дня у нас такой. Конечно, политики об этом никогда не скажут, но по сути Украина в сегодняшней ситуации готова на заморозку конфликта. Мы прекращаем стрелять. То есть, получилось как получилось, каждый живет своей жизнью. Дальше будет видно. Но кто тебе сказал, что здесь это устраивает? Видишь, теперь смотрим на эту ситуацию еще комплексней. Таким образом, Владимир Путин все это время рассказывал украинцам через каналы Медведчука, что только кум может принести мир в Украину. Все врут, а кум может. Но кум говорил, что да, я могу, но мы должны признать фактор гражданского конфликта. Ну и там дальше вот эти все истории, допустим, как Россия продвигала вот этот вот миротворческий в кавычках нарратив. То есть, мы вам и вакцину вместе с Медведчуком. Понимаешь, вот ты когда-то говорил, что что ж вы не берете спутник? А вопрос даже не в том, что она не признана пока ВОЗ, а вопрос в том, что этот спутник предлагался вместе с Медведчуком. Это же не одно и то же. И вот таких вот нюансов очень много. Газ с Медведчуком, там, я не знаю, мир с Медведчуком. Но если все с Медведчуком, то получается, а Украины нет после этого. Вот поэтому оно таки, как сейчас, и, наверное, будет продолжаться. Короче, Украина никуда не подвинется. Это понятно. Как, есть ли реальные какие-то сценарии решить вопрос Крыма? На сегодняшний день нет. Мы будем откровенны. Крым – это территория, вписанная в Конституцию России и Украины. Это, понимаешь, почему я тебе сказал, что надо хотя бы прекратить войну. То есть, можно уйти с Донбасса. Чтобы вставить вопрос, как решить вопрос с Крымом, это рано, оно хотя бы должно прекратить кровоточить. То есть, можно, понимаешь, есть же примеры государств, государств, которые в течение многих десятилетий они территории, допустим, оторванные, не признают это, но начинают каким-то образом коммуницировать между собой. Потому что выросло новое поколение, которые выросли без войны, без смерти их родителей. А у нас на прошлой неделе, понимаешь, ты про Крым спрашиваешь. А у нас на Донбассе погиб парень нашего возраста, у него стало строй детей. Это, говоришь, как решить вопрос Крыма. Ну, мой рецепт никак. Но если ты хочешь хотя бы отношения между государствами каким-то образом нормализовать, нужно прекратить убивать украинцев, прекратить угрожать нашим уничтожением. И, наверное, ждать. Поколение, чтобы поменялись. Есть ли сегодня в Донбассе российские военные? Есть. Есть. Во-первых, что значит российские военные? Ты имеешь в виду российские граждане? Не российские граждане, это раздали паспорта. Это уже есть. То есть, регулярная российская армия, так называемые отпускники, которые были... Сейчас активные боевые действия не ведутся. Российские командиры, российские инструктора. Понятно, много местных, у которых единственное средство, где можно заработать 15 тысяч рублей. Нет, уже 16500. Это армия, которая не называют армией республик, но на самом-то деле это российская армия. Почему? Потому что они ходят в российской военной форме. Посмотри, она вот ничем не отличается. Это те же камуфляжи, только нашивки разные. И самое главное, они подчиняются восьмой армии российской, которая в Новочеркасске базируется. Это Ростовская область. Вот и все. То есть, если есть люди, которые выполняют приказы российских командиров, то какая это армия? Если вы ее называете армией республик, вы, конечно, можете это делать. Но российское оружие, российское командование, российские боеприпасы, российская форма, российский телевизор, все российское. Съезды защитник России в Насаур-могиле. А нам говорят, у вас внутренний конфликт. Понятно, что эта ситуация, она не такая, как была в 2014 году. И вполне возможно, сейчас Александрова и Ерофеева, которых взяли в плен в 2015 году, сейчас взять будет сложно. Потому что изменился характер боевых действий. У нас с 2015 года оппозиционная война, которая забирает жизни людей, но никто, ни одна из сторон не пытается, по сути, поменять статус-кво. Окей. В случае... Зеленский недавно сказал, да, что те, кто берет российские паспорта, ну, или кому хочется, переезжайте в Россию. То есть, это место не для вас. Нет, он не так сказал. Как он сказал, да, я просто не помню статус. Ключевой посыл его был следующий. Что Донбасс – это часть Украины. И если вы считаете, что вы там русский, сам, я не знаю, я там до себя добавляю, с вами Бог, и что это Россия, то вам лучше ради своих детей действительно переехать в Россию. Я думаю, любой человек с этим согласится. Мы все свободные люди. Хочешь жить в России? Зачем тебе звать Россию в Донецк? Ну, зачем? Хочешь переехать? Переезжай. Ну, в открытые возможности все для этого есть. Он говорил о том, что те, кто считает Донецк и Донбасс Россией, то вам здесь будет плохо. И он же прав. Он же там еще говорил о том, что под российским флагом эта территория развиваться не может. Она и не развивается. Там полный трындец. Ты сам... Я как раз уже порекомендую твой ролик из оккупированных территорий. Ну, там трындец. Люди забыли, что такое мобильная связь, банкинг, комендантский час. Ну, что это такое? Мобильная связь там есть? Ну, там есть уж куча нюансов. То есть, не суть. Там другая жизнь. А нас другая. Под российским флагом. Ну, а с чем не прав наш президент? В случае прекращения боевых действий возможно ли решить вопрос Донбасса в обозримом будущем? Значит, смотри. Должен быть ключевой момент. Вот Россия оттуда или уходит, или нет. Если Россия уходит, там быстро восстанавливается украинская жизнь. Во всех смыслах этого слова. Украина будет иметь колоссальную проблему, потому что разрушенный регион. Мозги многих граждан промыты всяким говном, извини за прямоту. И это займет много времени, сил и усилий. Но это наша страна. И если Россия оттуда уходит, мы все там восстановим. Но на сегодняшний день нет ни одного признака того, что Россия оттуда может уйти. И избирательная кампания, которая сейчас подходит. И вообще вся история, как это, абсорбация этого региона в состав России, де-факто, не де-юре, де-факто, это происходит нон-стоп. Когда проходят сотый раунд переговоров в Минске или в нормандском формате на разных уровнях, понимаешь, Россия ни на минуту не останавливалась в том, чтобы эту территорию поглотить. То есть это начинается от российских учебных пособий, российских смыслов, всего российского. Поэтому никаких предпосылок для того, чтобы вот это или-или, нет. Оно будет так, как сейчас, единственная опция, на которую можно в теории надеяться, что в России скажут, ну блин, ну раз так, давайте просто действительно остановим войну, и каждый пойдет своим путем. Ну и даже это, по-моему, пока нереально. Окей, как ты считаешь, я не знаю, как правильно подобрать слово, то, что у нас называется война с русским языком, ну в принципе, может быть, давай, скажем, языковой вопрос. А где ее языковой вопрос? Я не знаю, у нас нет языкового вопроса. Слушай, ну... Нет языкового вопроса. С 14-го года языковой вопрос постоянно поднимается, на каком языке показывать фильмы, на каком языке там... В школах на каком языке должны работать СМИ и так далее, и так далее. Относительно русского языка. Насколько вообще... Просто у нас для многих людей тоже стал таким важным моментом, когда сразу после 14-го года вышли, так, все, а теперь мы начнем там вот разбираться с русским языком. Так сказали в российском телевидении. Хорошо. Ты считаешь, сегодня никаких проблем с русским языком в Украине нет? Нет и никогда не было. Ну, во-первых, давай с самого начала. Кто... Ну, я в твоем лице обращаюсь к Кремлю. Кто вам, уважаемый бог всей Руси, сказал, что русский язык это какое-то достояние России? И на каком основании вы пришли к выводу, что вы имеете право что-то заявлять в Украине по поводу русского языка? Вот я русскоязычный человек в том числе. Могу тебе ответственно заявить. А таких людей миллионы. Мы сами разберемся. Мы сами разберемся с этим вопросом. До 14-го года, понятно, у нас играли на этих вот всех языковых картах, мозги пробовали людям и сами по карманам тырили. Это, ну, может, поэтому мы пошли отчасти к 14-му году и Крыму. Но если мы говорим о языковом вопросе, то, во-первых, этот вопрос, он сам бы стал на свои места, но тут появился на чем-то, на буке Владимир Путин и сказал, что, цитирую, мы были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. Тем самым, это, я считаю, признание факта вторжения, потому что, что значит, мы вынуждены были защищать, ну, значит, напали. Это первое. И после этого вопрос, то, что раньше у нас была лагерная украинизация, он чуть-чуть ускорился, но у нас в Конституции один украинский язык, и так оно будет и дальше. Если бы, вот это парадоксальная вещь, если бы не было войны, то не было бы таких законов, потому что именно когда нам говорят, что мы вас будем бомбить, потому что вы русскоязычные, масса людей сделала вывод, что, ну, тогда надо бы перестать быть русскоязычными. На этой теме, значит, еще раз, вот по всем соцопросам она людей не волнует. Тут, знаешь, очень много так говорили о этом, запретили в Украине говорить на русском языке в кафе. Приняли закон об украинском языке. Страшно просто. Хотя закон предполагает следующее, что если ты, как гражданин Украины, приходишь в украинский магазин и говоришь на украинском языке, то люди, которые в сфере обслуживания, они должны отвечать тебе на украинском языке. Но если, там нигде не сказано, что если ты на русском обращаешься, и тебе отвечают на русском. Вообще жизнь, она проще. Люди не живут по каким-то законам. Но это все раздувается, раздувается российскими СМИ, которые всегда врут. А в Украине живет, как и жило. Что ты думаешь, русскоязычные куда-то делись во Львове? Нет, ты сейчас сам себе противоречишь. Нет, нет, нет. Ты только что сказал, что никаких вообще проблем с русским языком нет, вам здесь говорят в пропаганде. И потом говоришь, что после того, как Путин сказал, что мы защищаем русскоязычных, мы решили не быть русскоязычными и не приняли закон. Я тебе сказал о том, что один из элементов защиты Украины от российского вторжения было именно это. Но теперь, если мы берем положение русскоязычных людей, они же никуда не делись. Вот смотри, вопрос. Это понятно, да. Почему россияне решили и российская власть, что надо защищать в Крыму и на Донбассе? Потому что они это захватили. А Харьков как разговаривал на русском языке, так и разговаривает. И Кивив тоже во многом как разговаривал, так и разговаривает. Сегодня говорит на русском языке. Во многом, да. А что это? А ты не знаешь, что и во Львове никаких проблем с этим нет? Нет проблем. Я, может, сейчас изменилось, но 10 лет назад в семьях во Львове 30% говорили на русском языке. Может, чуть-чуть меньше. В школах преподавания на каком языке сейчас? Сейчас на украинском. Русские школы есть? Практически нет. Это правильно? Конечно. Конечно. Потому что, понимаешь, русский язык стал основанием для того, чтобы атаковать Украину. Я думаю, что, возможно, с некоторым... Это очень большая натяжка, что русский язык стал основанием, чтобы атаковать Украину. Подожди, подожди, подожди. Ну, я же тебя не просто так Путина процитировал. Это же его заявление. Ну, вот и все. Поэтому, послушай, я вот не могу понять, вы ставите этот вопрос. Я считаю, что ни у одного гражданина с российским паспортом, ну, извини за прямоту, нет никакого морального основания ставить вопрос вообще, вы там что там, русских ущемляете? А вы нас убиваете, в том числе русскоязычных. Ничего? И вы говорите, что у вас там что-то, у нас не так в школах. Да, разберемся еще раз. Во-первых, русский язык сам по себе, он настолько сильный, что он никуда не денется. Это правда. И Россия мощное государство с русским языком, и влияние России, оно всегда будет на Украину. Кто-то называет, как я это, российским вирусом. Ну, не суть. Поэтому, знаешь, мне бы хотелось бы вопрос про языки закончить вопросом, а что дальше? Ну, мне кажется, не лезьте просто к нам. Не лезьте, и этот вопрос мы сами отрегулируем, и все будет хорошо. И ты будешь, когда, если тебя будут пускать в Украину, никто тебе не будет говорить, не разумею. А с Москвы, не, не разумею. Такого не будет. Такого нет. Нет. Хорошо. Ты считаешь, сегодня украинским детям нужно учить русский язык? Я сторонник того, что чем больше ты языков знаешь, тем лучше. Вот у меня даже на стриме этот вопрос звучал. Я сказал, что, и я так действительно считаю, что образованный человек в Украине, он должен знать минимум три языка. Украинский, английский и русский. Опять же, потому что Россия, большая страна, мощный язык ООН и всякое такое. Но на сегодняшний день русский язык не преподается. Мои дети будут знать русский язык и будут уметь хорошо писать на нем. Ты просто воспринимаешь, как будто сейчас пытаюсь как-то Украину учить и возмущаться. Я спрашиваю твое мнение, как украинца. Повторю еще раз вопрос. Ты считаешь правильно, что русский язык не преподается, учитывая, что считаешь, что неплохо бы образованному украинцу русский язык знает? Сложный вопрос, но я, мне кажется, на него ответил. Я думаю, понимаешь, вот я сейчас скажу, как бы... Вопрос исключительно про украинских детей, про украинские школы. Здесь вообще Путин ни при чем. Вот украинские дети идут в школу, и ты прекрасно понимаешь, что если им не преподавать математику, они не будут, скорее всего, знать математику. Если им не преподавать английский, французский или китайский, они, скорее всего, если там родители, не будут проводить... В этом случае будет следующий эффект. Знать русский язык они будут, они будут плохо писать на русском языке. Но это уже просто проявилось, потому что люди прекрасно говорят на русском, а грамотично надо учиться. Я, как иностранный, бы оставил. Лично я. Но, видишь, у меня дети здесь родились. Я во многом заангажированный человек. И я думаю, отвечая прямо на твой вопрос, что этот вопрос, он сам урегулируется. И он урегулируется, кстати, в пользу русского языка, намного быстрее, если Россия перестанет в этот вопрос. влезть, лезть, ну и вопрос войны, и мира. Он ключевой. Окей. Декоммунизация. Ну, прекрасно. Украина начала декоммунизацию. И, опять же, 14-й год и конфликт. До этого, даже если декоммунизация была, она не была такой принципиальной, не было закона, запрещающего советские символы и так далее. Почему прошла вот эта вот ассоциация современной России и Советского Союза? Хотя, казалось бы, ну... А мне кажется, сама Россия эту ассоциацию провела. Ну, то есть... Ну, с серпом и молотом. То есть, я понимаю, например, почему там запрещены георгиевские ленточки, потому что с этими ленточками это была сторона конфликта. Смотри, мы... Советский Союз и декоммунизация. Мы, наверное... Это же часть истории Украины. Часть истории Украины, а ее никто не... От нее, конечно, никто не отказывается. Она... Ты же ее не... Послушай, ты ее никуда не денешь. Смотри, Советская символика запрещена. Серп и молот. Так. Ну, и... И... Насколько это правильно? Я... Значит... Чем украинцам помешал серп и молот? Я... Учитывая историю Украины. Я думаю, что наш символ трезуб. Как сказал недавно Владимир Зеленский, когда там вот эти вот хрящения Руси и все остальное. У нас тысячи лет назад был трезуб и гривны. И у нас и сейчас. Поэтому символика Советского Союза... Что это значит? Почему у нас везде должно быть символика государства, которого давно нет? Стоп, подожди. Я тебе объясню. Объясни. Во-первых, вопрос... Я не буду говорить, что у вас везде должен быть серп и молот, серп, которого нет. Но есть, например, архитектура. Так. А она куда-то делась? Нет. По-моему, это осталось. У нас родина-мать как была с этим серпом и молотом в Киеве такая она осталась. Начали сбивать советскую символику создания в Киеве. Ну, кому-то, слушай, есть там куча примеров, когда начали уничтожать советскую символику с архитектурой. Хотя это было... Послушай. Почему... Объясни мне, смотри, я могу объяснить, где в Прибалтике советская символика запрещена, она приравнена к фашистской символике, потому что они считают Советский Союз оккупантом. Украина, на мой взгляд, считать Советский Союз оккупантом, это с большой натяжкой, учитывая размеры. То есть некоторые, например, регионы, они там еще могут, но там странно, если Одесса будет считать Советский Союз оккупантом с исторической точки зрения. Как мне кажется. Может быть, у тебя другое мнение. Я думаю, давай рассмотрим эту ситуацию. Надо ли было запрещать эту советскую символику? Это все эхо Москвы, эхо Москвы, эхо войны. На самом-то деле, это все продолжение, вот эти вот вопросы, которые ты говоришь, язык, советская символика, георгиевские ленты. Это же, вот ты говоришь, георгиевская лента отдельно, потому что россияне приехали в Украину воевать с георгиевскими лентами. Так они же все, по сути, воевали за что? За Советский Союз. Послушай, послушай меня, послушай меня, я тебе приведу пример. Вот ты меня спрашивал про эти передачи, я там однажды встретил такого товарища Басурину, это говорящий рот как бы оккупированного Донбасса. Я ему в колуарах я не говорю, у него спрашиваю, так вы родину за сколько продали, сколько у вас зарплата? Он говорит, 44 тысячи рублей. А то, что серку молот под запретом, это правильно? Да. Слушай, потому что если ты занимаешь противоположную точку зрения, то на практике, на практике, то все сводится к тому, что ты зовешь Россию в свой дом, а Россия... Это очень натянутая история. Нет. А чем она натянута? Ну, чем она натянута? Ты читаешь... Смотри, банально, послушай, 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 ты, то, что ты сейчас делаешь, ты пытаешься смотреть на эту историю, ситуацию, используя такой инструмент журнализма, как монтаж. То есть, вот ты говоришь, вот история Советского Союза отдельно, а все связано. Все связано. Видишь, как-то так получилось, что Ленин остался только на тех территориях Украины, где остался российский флаг. Наверное, это не совпадение и не случайность. Хорошо. Ты считаешь, советский период в Украине это оккупация или нет? Тут нет однозначного вопроса. Для тебя лично? Конечно, потому что все сложнее. Советский Союз это тоже не один день. Советский Союз это оккупация Украины в 2021 году и уничтожение украинского государства, которое было признана Советской Россией. Так, кстати, на секундочку, послы были, никто же об этом не знает почему-то. УНР, у нас там свои процессы были с 17-го по 21-й год. Это одна история. Потом на 20-е... Там были немножко другие границы у того государства. Ну, подожди, подожди, подожди. Вот у вас интересно, у россиян так устроено. Обычно вы говорите другие границы в смысле меньше. И намеки обычно российских... Представители... Подожди... Это у Путина намеки. И российские представители частенько говорят, что уходите с чем пришли, отдайте подарки русского цитирую Владимира Путина. Но, друзья мои, когда мы жили в одной большой советской семье, то украинские руки строили эту большую страну. Безусловно. И этот человек, Владимир Путин, совсем недавно был в Владивостоке. Что там рассказывал? Что какие-то малоросы, боится слово украинцы произносить, осваивали эти гигантские просторы. Поэтому мне хочется задаться вопросом. Когда мы что-то строили вместе, то это все ваше. А теперь, когда мы говорим, ну, давайте, раз мы разошлись на то, они были границы, признанные и Россией, и Украиной. Для чего это было сделано? Чтобы не было войны. Как только перестали признавать границы, мы получили то, что мы получили. Поэтому вот так. И в этой истории, ну, по-моему, все очевидно. хорошо. Ты как украинец, есть вещи, за которые ты благодарен Советскому Союзу? Никогда об этом не думал. я родился в Советском Союзе. Понимаешь, для меня я не смотрю на эту ситуацию, что там все было плохо. И вот, когда ты говоришь о Советском Союзе, это большая история. 70 лет в жизни страны и людей, которые жили, это много. Это и голодомор, например, 1932-1933 год. Это колоссальные жертвы в годы Великой Отечественной войны или Второй мировой войны. Это очень много чего. Это авиакорпорация Антонов, построенная вместе. Это самые большие самолеты, первый человек в космосе. Это много чего. Это и смерть, и радость, и достижение. И когда ты говоришь, что оставьте серп и молот, я не против. Верните Крым. Вот и все. Эти все вещи исторически это связано. Теперь отвечай на твой вопрос. Есть ли вещи, которые я благодарен Советскому Союзу? Понимаешь, когда я родился, ну я был пацаном совсем. Должен ли я благодарить Советский Союз за то, что мой отец? Ты уже ответил на мой вопрос, что было плохое, было хорошее. Конечно, что я имею ввиду, что советское прошлое, когда Украина находилась в составе Украинской ССР, это часть истории Украины. Безусловно. Безусловно. Это важная часть истории Украины. Беззначен России, Беларуси и всех остальных. Это часть истории Украины. И мне кажется странным, опять же, запретили, запретили, мне не горячо, не холодно. Это не то, что сейчас быстро вернули, имперский будете нам еще говорить, мы сами разберемся. Разбирайтесь без проблем. Мне просто кажется странным, что часть истории Украины, безусловно России, вы ставите под запрет только потому, кто-то в России где-то... Илья, Илья, историю... Серпы и молодцы это же вообще не сторона конфликта последнего. То, что Россия правоприемница, значит, мы сейчас вычеркнем это. А кто тебе сказал, что это вычеркнуто из истории... Запрет символики это довольно символичный шаг, нет? Разве нет? На мой взгляд. Вот насчет там шли воевать и все остальное, во-первых, это не касается воинских наград, так вот важный момент, что даже в законе современном из этого сделано... Я знаю, у вас калька с прибалтийского закона. Ну, видишь, спасибо Путину за это. Именно ему. Да, но у прибалтов, извини, у них абсолютно другое отношение к Союзу. Я почему тебя спросил, потому что прибалты, ну, там, они считают Союз период это прям акупацией. время идет, прошло уже 30 лет и ты говоришь, вот, это ваша история безусловная. Понимаешь, ты как бы вроде меня подводишь к такому вопросу, а может быть, можно было бы по-другому повернуть историю, могло быть, как-то развиваться по-другому. Но, еще, наш разговор начался с того, что я тебе сказал, что вот мне 40 лет, это человек среднего возраста, для которого другой страны, кроме Украины, нет. Нет. Это наша страна. Теперь, когда мы говорим, может быть, могло ли быть по-другому. Это вот из области, знаешь, вот у тебя есть дети и у меня есть дети. И кто тебе, кто-нибудь тебе сейчас скажет, а ты знаешь, в принципе, ну, ты же молодой, красивый, ты мог бы завести других детей с другой женщиной. Но от этих, которые у тебя уже есть, ты должен там или отказаться, или сказать что-то не другие. Я понял, что у истории там нет сослагательного наклонения. Вопрос неправильный. Я говорю, действительно ли для тебя, как для украинцев, серп и молот, это запрещенная символика, как, например, там свастика? Нет. Нет. Ну, слушай, я помню еще времена, когда мы в песочнице играли, когда были мы и немцы, а вот теперь в песочнице украинской мы и россияне. Многое изменилось с этих пор. Ты же понимаешь, и еще раз, я тебе вот несколько раз говорю о возрасте. Вот представь, набор как бы идеологических, каких-то воспитательных норм человека, который застал поздний Советский Союз и сформировался как человек, как личность в независимой Украине. Таких людей родилось за это время миллионы. Поэтому копаться в этом, в серпе-молоте, я вообще не вижу смысла. Я не вижу в этом смысла. Почему музеи у нас остались соответствующие, все есть в учебниках истории, об этом всем написано. Просто учебник истории отличается от российского. Там есть масса дат, про которые украинцам до 91-го года почему-то не рассказывали. а сейчас начали рассказывать. Я понял. Все, спасибо. Спасибо. Было даже с местами сложно.